Друзья, продолжаем разговор о наших сосудах, о нашей сосудистой системе. И, конечно, мы не можем не продолжать разговор о защите их. И сегодня мы с вами поговорим о нескольких приемах, а в этом контексте о нескольких направлениях защиты сосудов. И один из них на сегодняшний день, один из самых популярных на сегодняшний день, все-таки, с точки зрения рефлексотерапевтического воздействия и формирования устойчивой рефлекторно-генетической адаптации, мы с Татьяной Надеевной Картаренко, моей женой, замечательным врачом-рефлексотерапевтом, профессором, профессором Российской Академии естествознания, будем с вами говорить о японской школе Кампо-Дзю. Замечательная школа, основанная на традиционной северно-китайской медицине, во многом отказавшаяся от некоторых, будем говорить, мистериях, которые связаны с китайской традиционной медициной, но очень хорошо проявившая себя с точки зрения максимальной прикладистики. И в этом смысле я хочу отметить, что китайская медицина в свое время очень хорошо была использована японской правительственными, японскими правительственными кругами, львиная часть которых представляла японская военщина, в лучшем смысле этого слова, как один из методов прикладной медицины восстановления. Прикладной медицины, вот буквально сейчас я беру своими руками, делаю то, что я могу. Это особенно было важно с точки зрения политики Японии, это было очень важно с точки зрения быстрого народа населения, отсутствие в большом смысле государственного медицинского аппарата. И поэтому Япония использовала Кампо-Дзю, элементы Кампо-Дзю для своих японских военных. Японские военные широко это применили, и мы, пользуясь этим опытом, хотим поделиться с вами. Что нам нужно сделать для того, чтобы организовать линию защиты наших сосудов? Нам нужно замерить расстояние от длину вот этого, вот этой фалангочки, вот этой фалангочки. Если вы левша, вы замеряете налево, пальцы указателем, как я, а как Татьяна Владимировна, как правша, она замеряет у себя. Но я хочу сказать, что в целом, в целом, в среднем, это где-то 2,8-2,9 сантиметра. То есть 2,8. Окей, замерили у себя, да? Теперь, что вы делаете с этим? Теперь вот вы с этим, теперь вот вы с этим расстоянием, вы вот так, видите, вот так, вот как я делаю, вот так, вот так, вот так вот берете это расстояние. У вас есть 5 косточек на руке, и налево, и направо. Видите, вот 1, 2, 3, 4, 5, 5 косточек. Я левша, я начинаю отмерять у себя от вершины вот этой косточки одну точечку я у себя ставлю, посмотрите, вот здесь я у себя ставлю одну точечку. Вот она, вот она. От этой косточки я ставлю еще одну, от этой еще одну, от этой еще одну, от этой еще одну. Вот у меня получается, вот у меня получается 5 точек. Спасибо большое. Ставить точки, что ли? Ну, вот так вот рисуется, вот. Понятно будет. Но каждую себя замерит и каждую себя поставит. И что мы с вами делаем? Мы с вами начинаем воздействовать на наши сосуды. Я хочу сказать, что это очень четко совпадает, это очень четко совпадает с тем, как мы ведем себя в течение дня. То есть мы, начиная с утра, начиная с утра, мы себя защищаем. Видите? Мы сжимаем кулак. Наша энергия накапливается. Накапливается. А вечерние часы после захода солнца у нас, мы себя распускаем. Вот так вот распускаем. Вот так. Наша энергия распускается. Для чего? Для того, чтобы вечерние ночные часы очистить желчный пузырь, очистить печень, в ранние утренние часы улучшить качество работы легких, и для того, чтобы опять с утра начать работу по накоплению энергии. Итак, что мы с вами делаем? Итак, у нас получилось 5 точек. Вот. 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 Татьяна Владимировна, как мне еще руку поставить? Давайте я вот так еще руку поставлю. Вот так. Вот так лучше видно? Вот так, наверное, лучше видно? Вот так я поставил руку. Да? Так лучше видно? Вот у нас получилось с вами 5 точек. 5 точек. Что мы с вами делаем? Давайте сейчас глубоко вдохнем. Резко выдохнем. Выдохнули? И дождемся полнолуния. И дождемся полнолуния. Точкой отчета, точкой отчета новой жизни наших сосудов мы будем считать полнолуния. Вот в нашей жизни наступило полнолуние. Наступило полнолуние? Каждый из вас может загуглить и посмотреть, когда наступит полнолуние. Для всех полнолуния в нашем полушарии начинается одинаково для всех. Наступило полнолуние. Дождались полнолуния. И начиная с полнолуния, начиная с полнолуния, мы каждый день в 12 часов дня начинаем защищать наши сосуды в течение 14 дней. Понятно? В течение 14 дней. В течение двух недель. В течение двух недель. Я понимаю, из-за таких лунных циклов сейчас начнут плеваться, кидаться в нас тапочками, там, остатками семечной шелухи, там, пробками от шампанского и так далее, и так далее. Потому что будут нас убеждать в том, что... И не надо нас в этом убеждать, что лунный цикл это 8 дней, 9 ночей. Все это правильно. Все это правильно. Но, дорогие друзья, именно от полнолуния две недели. Это каноны, не нами придуманные. Это кампо-дзю. Хотите сделать свой кампо-дзю? Делайте свой кампо-дзю. Нам, Статьяна Владимировна, мозги выносить не нужно. Но 14 дней полнолуния. Почему? Почему полнолуния? Потому что в этот момент, в момент полнолуния, мы максимально набираем всю грязь себе. Наша душевная, физическая, вся наша грязь, которая у нас появляется. Это осадочная, это наши недокисленные продукты. Это все то, что мы не успели вывести с мочой, с калом, с эмоциями, с ногтями, с волосами, с козюлями и так далее, и так далее. Все оно накапливается. То ли в костях, то ли в волосах, то ли в радужной оболочке, то ли в нашей коже. Вот поверьте, что это есть на самом деле. И для того, чтобы очиститься, подчиститься, нам нужно от полнолуния две недели. Итак, что мы с вами делаем? В 12 часов дня, каждый день, 12 часов дня, каждый день, на каждую из этих точек, мы уделяем полторы-две минуты. Подарите себе, подарите себе 10 минут счастья для ваших сосудов, каждый день, в течение 14 дней. От полнолуния плюс 14 дней. Если вы левша, вы делаете это у себя на левой руке, без смены потом, мне надо уходить на правую руку. Если вы правша, вы делаете это у себя на правой руке, без перехода на левую руку. Если вы, а вы нас мучаете, а меня дедушка с бабушкой, мама с папой переучили, я был в детстве левшой, теперь я стал правшой. Посмотрите, посмотрите, какой рукой держите вилку, какой рукой держите стакан, какой рукой максимально обнимаете любимого или любимую. Какой рукой держите молоток, какой рукой держите гвоздь. И, кстати сказать, очень хороший прием, какому уху прижимаете телефон. Кстати, очень показательно. Не для всех, но тем не менее. Вот таким вот образом, вот таким вот образом, дорогие друзья, знаменитая практика школы Кампо Дзю поможет нам усилить, укрепить наши сосуды. Это особенно важно в осень, это особенно важно в начало каждого сезона. Это вот сейчас, вот осень уже идет, расцветает, вот середина осени, мягко говоря, грубо выражаясь. Вот скоро, так сказать, наступит зима и холода и тра-та-та-та-та. Кто-то там из классиков пел какие-то там сугробы, сосульки, масульки. Одним словом, дожидайтесь полнолуния и делайте. Дожидайтесь полнолуния и делайте. Хотите, делайте это, так сказать, каждая полнолуния, вот у вас в месяц получается 14 дней. Хотите, делайте это один раз в сезон? Хотите, делайте это один раз в сезон? Это уже на ваше усмотрение. Это все зависит от того, испытываете ли вы головокружение, испытываете ли вы затруднения с когнитивными своими действиями? Есть ли у вас проблемы с памятью? Если у вас проблемы с спрячущими сахарами? Если у вас проблемы с спрячущими сосудами? Как ведет себе артериальное давление при психоэмоциональных нагрузках, при гастрономических нагрузках? Насколько часто вы пересекаете экватор туда-сюда? Ну, я понимаю, что сейчас не все пересекают экватор. Как часто вы выходите за рамки, извинения, привычного для вас часового пояса, выше, больше, чем на два часа, и так далее, и так далее, и так далее. На ваше усмотрение, на ваше усмотрение. Но я хочу вам сказать, что работает прекрасно, работает великолепно, и в этом контексте, я хочу вам сказать, недаром Марко Поло китайцев, китайцев, называл нацией собирателей и осмыслителей. Собирателей и осмыслителей. Если вы хотите со мной поспорить, в той части был ли Марко Поло в Японии, поспорьте. Ну, просто возьмите и поспорьте. Вот все, дорогие друзья, на сегодняшний день. Если доживем мы с Татьяной Надеевной до завтрашнего дня, после ваших комментариев, после ваших замечаний, если мы останемся живы после того, как ответим на большое количество ваших вопросов, завтра мы с вами с удовольствием, по крайней мере, мы с Татьяной Надеевной готовы рассказать вам о трех замечательных нитках жемчуга, которые господин профессор Конфуция называл жемчугом здоровья. Будьте здоровы, берегите себя и помните о том, что пять точек сохранения здоровья ваших сосудов у вас на руках. Вот они. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, приглашаем вас принять участие в двухдневном восстановительном интенсиве на тему сосуды. Не ждем плохих новостей, а упреждаем их. В течение двух дней мы будем заниматься восстановлением и укреплением сосудов. Мы будем разбираться, каким образом своими руками создать условия для восстановления сосудов за счет воспроизводства коллагена и эластина, за счет специальных продуктов питания, полезных для сосудов. Покажем их и опубликуем их в список. Продемонстрируем комплекс упражнений для эластичности сосудов. И, конечно же, поговорим с вами о признаках накопления нарушения сосудистых изменений. Поговорим о противовирусной защите сосудов. Регистрируйтесь и приходите, укрепляйте свои сосуды и улучшайте качество вашей жизни. Милости просим!